Таджикистан В России судят сотрудников ФСБ за жестокие преступления, в том числе за убийство двоих граждан Таджикистана. В Уральском окружном военном суде начался процесс над бывшим лейтенантом ФСБ, служащим отдела по сопровождению оперативных мероприятий у ФСБ по Тюменской области Алексеем Коротковым. В убийстве семи человек, совершенном организованной группой, в краже, то есть там хищение чужого мужчины, совершенном организованной группой с недоконным промышлением. Его обвиняют в семи убийствах, а также в 13 эпизодах разбойных нападений, хулиганстве и похищении людей. Все преступления, по версии следствия, он совершил в составе так называемой Тюменской банды ФСБ. На протяжении 9 лет, с 2008 по 2017 год, они держали в страхе тюменских предпринимателей, трудовых мигрантов и таксистов. Об этом пишет Новая газета. За все это время следствием установлено, что жертвой бандитов из ФСБ стали 6 трудовых мигрантов. Большинство из них были гражданами Таджикистана. Примечательно, что факты убийств граждан Таджикистана, впрочем, как и всегда, не вызвали никакой реакции и интереса со стороны режима Рахмона. Таджикистан занял 108 место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года. Индекс Sustainable Economic Development Assessment СЕДА составлен международной компанией The Boston Consulting Group. В Центральной Азии Казахстан занял 57-е, Кыргызстан на 95-м месте, Узбекистан на 101-м. Организация оценивала, насколько стабильно развивается бизнес в странах, а также, как выполняются различные социальные программы. В самом конце рейтинга находится Центральная Африканская Республика, Чад и Йемен. Напомним, СЕДА – методика анализа фактических данных, предназначенная для оценки благополучия по 10 параметрам, включая здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Методика СЕДА используется для сравнительной оценки 152 стран с точки зрения их текущего уровня благополучия и его изменения с течением времени. В Таджикистане задержан племянник муфтия Таджикистана Саид Мукарама Абдулкадирзады, Мухтади Абдулкадиров, который вернулся из Саудовской Аравии, поверив обещаниям властей об амнистии, пишет сайт Ахбор. Абдулкадиров последние 4 года проживал в Дубае, так как в Таджикистане он обвиняется в участии в исламском движении Салафия, деятельность которого запрещена в стране с 2010 года. Примечательно, что муфтий Абдулкадирзада целиком реализует данный запрет и по сей день принимает активное участие в борьбе с последователями Салафизма. Отметим, что Абдулкадиров 3 ноября написал заявление с просьбой об амнистии на имя министра внутренних дел и, получив твердые гарантии, вернулся 29 ноября в Таджикистан. В заявлении он указал, что уже 4 года находится в трудовой миграции, подчеркнул, что за 36 лет не совершил ни одного преступления, но раскаивается за деяния, которые квалифицируются как преступления законами Таджикистана. Напомним, что в Таджикистане на сегодняшний день все исламские движения и масхабы запрещены под предлогом противоречия ханафитскому масхабу и умеренному исламу. Каким же образом запрет на ношение хиджаба, запрет на совершение хаджа, разрушение мечетей и запрещение детям посещать мечети связаны с ханафитским масхабом, власти не объясняют. Субтитры создавал DimaTorzok